И всем привет ребят, с вами MrVac, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим контрактам и устройствам. Сегодня вместе с вами поговорим и обсудим каждое устройство, которое добавили в контракты, рассмотрим их по определенной моей шкале, по моему видению, по силе. Ну и выскажу свою точку зрения, стоит какие устройства брать, какие устройства стоит не брать. В рамках этого ивента меня просили, чтобы я этот видеоролик записал и разобрал все эти устройства, видеоролик вы уже видите на своих экранах, ну и конечно же, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. 3 миллиона кристаллов и 20 тысяч танкоинов разыгрывается. Что касаемо командных устройств, то я для себя выбрал сейчас все устройства, которые есть на Википедии, чтобы было более подробно, четко и вам более понятно, как выглядит каждое устройство. Сегодня мы пройдемся только лишь по устройствам, по пушкам. Если у вас есть интерес, чтобы я еще и разобрал корпуса и, быть может, сделал на них тоже какой-то акцент, то можете поддержать этот видеоролик лайком, собрать хорошую активность, ну и в комментариях написать, что вы по поводу корпусов тоже хотели бы увидеть и услышать мою точку зрения. Поэтому сегодня мы пройдемся исключительно по пушкам. Начнем с штурмовой кассеты, ну и тяжелый слагерь. Два устройства на молот, что одно, что второе устройство на протяжении долгого периода времени показывало очень и очень хорошие результаты. Штурмовая кассета в один период времени вообще была самым сильным устройством на молот. Но на сегодняшний момент времени в связи с тем, что пушка молот не показывает столь жестких результатов, я бы сказал, что это устройство не является сверх-сверх нагибающим из-за того, что у нас кризис как раз-таки занерфен. С старым кризисом штурмовая кассета могла показывать супер сильные результаты, так как перезарядка выстрелов у нее довольно сокращена, плюс быстрая перезарядка в принципе и на ближней дистанции с этого устройства можно было наносить колоссально огромнейшее количество урона. Что касаемо второго устройства, то это тяжелый слагерь и если честно, то тяжелый слагерь в моем понимании сейчас это лучшее устройство на молот. Поэтому если вам нравится в принципе пушка молот, вы играете на ней и у вас нет такого устройства, то это одно из устройств, которые вы можете забрать. Оно 100% лучше сегодняшней штурмовой кассеты. Это тяжелый слагерь, который дает вам возможность на средних картах стрелять через всю карту. При этом у него и кучность выстрела хорошая и дальность суперская. Ну и перезарядка выстрелов тоже относительно недолгая, поэтому это устройство тоже очень и очень неплохо может себя реализовывать. Хотя, если честно, охотничий дуплет мне нравится больше. То есть это такой же самый дальний молот, только он в обойме имеет два выстрела. Здесь у вас получается один выстрел в обойме, но с хорошей дальностью. Ну, вернее, три выстрела по одному. Да, там в охотничьем дуплете два как с одной кассетки, ну и потом уже полностью идет перезарядка. Но в любом случае это устройство показывает под викингом, например, очень и очень хорошие результаты. Поэтому если вам нравится пушка молот, то это устройство вы можете приобрести. Но это не супер жесткая имба на сегодняшний момент времени, я бы сказал так. То есть это хорошее устройство, но не имбище. Дальше. У нас идут устройства на вулкан, разрывная лента и шреддер. Это два устройства, которые когда-то у нас появлялись в одном из ивентов. Шреддер увеличивает урон. При этом скорость снаряда, если я не ошибаюсь, там башня вроде как приваривается очень сильно. Но при этом урона это устройство наносит больше. Я это устройство тестировал один лишь раз и могу сказать, что оно прям для конкретной приварки. То есть если рассматривать на сегодняшний момент мету, то в моем понимании это явно не то устройство, которое вам нужно приобретать. Ну и второе устройство это разрывная лента. Это как раз таки устройство, которое дает угол рикошета плюс сплэш урон. Ну и в целом оно наверное более играбельно в какой-нибудь осаде, где противник будет кучковаться. Но вы должны понимать, что при этом кучковании вы сплэш урон также будете наносить и по себе. То есть если противник будет находиться перед вами, то вы по себе будете этот урон тоже наносить. Поэтому я считаю, что что одно, что второе устройство не актуально на сегодняшний момент времени. Если вы хотите круто реализовывать вулкан, у вас либо есть вулкан с пульсаром, если у вас его нету, то берете просто вулкан с адреналином, на корпус берете иммунку от поджога, зажимаете кнопку и наваливаете безумно огромнейшее количество урона. Потому что вулкан по сегодняшней мете, ну вот именно пульсар, адреналин реализуется очень и очень жестко. И вам не нужны никакие шреддеры, не нужны какие-то разрывные ленты, которые ну просто здесь даются за тысячу очков. Хотя по сути, ну в моем понимании это явно не те устройства, которые стоят того. Дальше. Пусковая установка тандем на страйкер. Это самое слабое устройство на страйкер в сегодняшней мете. Я честно до сих пор не понял вообще смысла его и в принципе очень сильно сожалею, что я его в свое время приобретал за 15 тысяч танкоинов. Очень дорого, очень неприятно было все это дело тратить после того, как я узнал, что... Ну и вообще поиграл на этом устройстве и понял, что оно просто мясное, а от него нет никакого абсолютно смысла. Ну и вот, например, если сравнить с гидрой, которую могли бы добавить, гидру я бы сам лично бы очень сильно хотел бы получить. Пусковая установка тандем. Максимально мусорное и бесполезное устройство, которое вам точно не нужно приобретать. Дальше у нас идет адаптивная перезарядка на гром и вакуумные снаряды на грома. Два устройства, которые появлялись в рамках танка фондов. И что одно, что второе устройство является, ну, наверное, если не самыми сильными, то одними из самых сильных устройств на эту пушку. Я всегда их люблю сравнивать и считаю, что вот именно если вам нравится пушка гром и у вас нету вакуумки или нету адаптивки, то это те устройства, которые реально того стоят. Если у вас нету ни того, ни того устройства, то я бы лучше, наверное, взял бы вакуумку. Хотя адаптивная перезарядка тоже очень круто реализуется. Вкратце по устройствам, по отдельности. Вакуумные снаряды это устройство, которое дает супер сплэш от стенок, от противников кучкования, да. При этом обычный урон у вас якобы становится меньше. Хотя, если честно, это не чувствуется. Я позавчера вроде как тестировал вакуумные снаряды. Там 45 вроде как киллов за один бой я дал. Поэтому очень крутой и сильный гром. На сегодняшний момент время плюс 250% дает при сплэше. Ну, адаптивная перезарядка это то устройство, которое при попадании каждым выстрелом дает вам возможность ускорять перезарядку вашего снаряда. Да, то есть если вы попадаете по одному танку, то у вас перезарядка снаряда 66%. Если по двум танкам, то у вас уже там 50%, по трём там 30%. И вот чем больше кучкуются противники, чем больше сплэш урона по нескольким танкам вы наносите, тем быстрее перезарядка у вас этого грома срабатывает. Также очень круто реализуется это устройство под викингом, под овердрайвом викинга. Там просто колоссально безумнейшая скорость снарядов, как у автопушки, грубо говоря. То есть вы просто нереально жёстко, быстро накидываете урон и можете очень круто тоже всё это дело реализовать. Но я бы сказал, что вакуумный снаряд, наверное, больше под средние маленькие карты подходит, да, где много стенок. А адаптивную перезарядку можно как бы и на больших картах, и на средних картах реализовывать, да, и там не обязательно иметь какие-то стенки, чтобы от них отыгрывать. Вы можете просто прямыми выстрелами наносить колоссально большое количество урона. Также это устройство очень хорошо можно реализовать в Джаггернауте против самого Джаггера. Если вы ловите его на открытой местности, можете очень сильно накидать ему домашки за счёт быстрого прожатия овердрайва и наноски очень большого количества урона. При том, что сейчас от грома уже начинают меньше брать резистов, потому что мета поменялась, то эти устройства, ну, супер будут себя показывать, да. Ну и, в принципе, как показывает мета нашей игры, то на протяжении долгого периода времени, что одно, что второе устройство показывает себя хорошо. Поэтому на дистанции я не думаю, что с ними что-то произойдёт. Они также будут показывать хорошие контентовые результаты. Дальше. Дальше у нас урановые снаряды. Это устройство на Скорпион, которое мне тоже, если честно, очень нравится. Наверное, не лучшее устройство на сегодняшний момент времени, но это очень сильное имбовое устройство, которое показывает супер хороший результат. Я позавчера вроде как тоже его тестировал. И сплэш даёт вкусный, и урон хороший наносится, и рикошет от выстрела. То есть, в принципе, у него только стартовый шанс критического урона занерфлен. Всё, больше недостатков у этого устройства нет. Да, то есть, есть три рикошета. Есть угол рикошета неплохой. Есть, в принципе, да, то есть, возможность хорошего наноски урона, сплэша. Ну и, в принципе, просто устройство мне реально нравится. То есть, оно реально хорошее, оно реально сильное. Если вам нравится Скорпион, у вас нету на него сильных устройств, то это вот одно из немногих устройств, которые можно здесь тоже приобрести. Дальше, гиперскоростные снаряды для рельсы. Это рельса на дальность. Очень сильное, очень крутое устройство, которое у меня есть на втором аккаунте, на первом бездонате. Я думаю, что с этим устройством я запишу ещё обзор в ближайшее время, потому что я считаю, что это очень крутое, очень сильное устройство на протяжении тоже долгого периода времени. Оно супер круто работает, и если сравнивать его с другими устройствами на дальность, то это устройство является самым сильным в связи с тем, что даже на средней дистанции это устройство наносит уже максимальный урон. То есть, если, например, сравнивать с громом на дальность, то гром на дальность на средней дистанции там уже режется в половину у него урона, а тут до сих пор будет у вас максимальный урон. Плюс у грома на дальность, например, нет сплэша У этого устройства, ой, вернее, не сплэша, нет крита У этого устройства есть еще и критический выстрел То есть даже в упоре вы можете просто критануть противника и его унести Поэтому устройство очень крутое и очень сильное Если вам нравится пускорельса, я бы 100% это устройство бы брал Да, я даже сам, наверное, я и возьму это устройство на свой аккаунт В зависимости от того, конечно, сколько у меня очков будет Дальше Вакуумные снаряды для магнума Это, наверное, самое сильное устройство на магнум, которое есть, в принципе, в игре Говорят, что вакуумные снаряды на магнум, в принципе, занерфили Да, и то, что сейчас эта пушка не наносит столь большого количества урона со сплэша Но я его протестирую еще раз Потому что у нас произошло недавно обновление И, быть может, это устройство будет показывать результаты Но, в любом случае, это лучшее устройство на магнум, которое есть на сегодняшний момент времени Вопрос лишь только в том, насколько большое количество урона оно наносит на сегодняшний момент времени Поэтому я его сам лично протестирую Ну, а потом вы уже посмотрите обзорчик и поймете, стоит ли оно того или не стоит Потому что я на сегодняшний момент времени не знаю, в какое оно состояние находится Но я знаю, что точно оно было очень и очень сильным В прошлом месяце так точно Да, и до этого оно там, как вышло, оно очень было сильно и жестко нагибало Дальше у нас суперсоленоиды на Гаусса Я даже суперсоленоиды здесь не выбрал Поэтому давайте сейчас быстро их выберем В принципе, наверное, я бы сказал, что пушка Гаусс на сегодняшний момент времени Не является столь жесткой, столь метовой Да, и поэтому я бы сразу бы сказал, что оно того не стоит Да, потому что это устройство у нас не наносит сплэш урон Но при этом у него урон в прицельном режиме плюс 30% В целом, если вы тупо кемпите, стоите на одном месте и наносите урон То это устройство можно использовать Но, учитывая то, насколько большое количество пушек есть крутых, устройств есть крутых Сейчас это устройство и эта пушка не будет давать вам столь жестких результатов И тратить на него 1000 очков с этого ивента Я считаю, что это очень дорого Да, оно того точно не стоит Да, поэтому я бы его не брал В принципе, по каждому из устройств я прошелся Добавлять, наверное, ничего не буду Да, выделю для себя те устройства, которых у меня нет И которые я буду точно брать Да, это гиперскорость на рельсу И это, ну, наверное, я возьму еще магнума Да, на дистанцию Все остальное Штурмовая кассета у меня есть Тяжелого с лагеря нет на молот Но я не вижу в этом столь жесткого приоритета Вакуумные эти Вулканы у меня устройства есть Но даже если бы у меня их не было, я бы их не брал Тандем у меня есть, но это супер мусорное устройство Адаптивочка на гром есть Вакуумка на гром есть В принципе, сильные устройства И их советую вам брать Уран у меня тоже есть Тоже крутое сильное устройство Ну, вот рельсы у меня нету И нету у меня магнума Поэтому эти два устройства я думаю, что я буду брать И буду пробовать их уже реализовывать в дальнейшем И надеюсь, что они будут показывать супер крутые результаты Пишите, что вы думаете по этому поводу Какие устройства вам нравятся Согласны ли вы с моей точки зрения Был ли полезен для вас этот видеоролик Надеюсь, что да Поэтому пишите все свои мнения в комментариях Поддержите видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Но у меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Пока